Доброго трёмса, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. В прошлой серии мы с вами отбили рейды, и я планировал, что я вот здесь вот всё успею расчистить. Убрать вот это всё вот лишнее, переработать одежду. Ну, часть я успел сделать, но к нам пришёл другой враг, а этот враг холод. И что нам надо срочно буквально сделать? Нам надо отправить Грини сейчас доделать вот эту стеночку, плюс вот эти двери, и нам надо поставить сюда вовнутрь печечку, давайте из мраморных блоков поставим её, так, вот этой стороной, пам-парам-пам-пам, и нам надо здесь обязательно поставить крышу, потому что топить улицу, это, по-моему, идея фиговая совершенно. Плюс нам надо переносить производство, потому что у нас уже сентоноябрь, нравится мне эти месяцы, поэтому давайте-ка мы перенесём ещё и вот здесь вот раскопаем помещение, сделаем научную лабораторию внутри, потому что иначе Шмидт отморозит свои гениальные мозги, а нам это совершенно не в тему будет. Давай-ка, майор, займись вот здесь вот капониной, на улице минус 26 градусов, а у нас, ребятки-то там, что они у нас могут перенести, какую температурку? 10 градусов, Грини вообще 8 градусов, пожалуйста, то есть, ну, совсем печально. Кстати, Грини, ты же можешь надеть вот эту вот шубку и получить сколько? Сколько у нас? 47 градусов. И насрать на всё. Теперь Грини не будет париться по поводу строительства. Зачем действительно торопиться? Ему-то тепло и хорошо, а остальные у нас сейчас гипотермию получат, скорее всего. Главное только не перетопить это помещение, потому что эта печечка, если вы помните прошлый наш летсплей, может выдавать температуру под 40 градусов в помещении, если её случайно топить углём. Поэтому давайте-ка мы тут запретим всё и поставим здесь только древесину. Давай, заправляй её быстренько. А Грини тем временем двери доделает. Красавчик. Всё, здесь он всё закончил. Сейчас, соответственно, здесь у нас пойдёт температура вверх. Как у нас там док себя чувствует? Гипотермия лёгкая. Давай, иди сюда, погрейся немножко. Как обычно, Римчик и его там температура и т.д. и т.п. вводят свои какие-то коррективы, вносят в то, что я хочу сделать. То есть я собирался заниматься совсем другими делами, но приходится заниматься температуркой. Всё, свободно. Сейчас быстренько они выкопают это помещение, и мы с вами сделаем научную лабораторию уже здесь. Потому что тут у нас сейчас минус... А, кстати, температура вверх пошла, да? Немножко потеплела. Это плюс. Но в любом случае, скоро у нас зима. Вот буквально, буквально скоро начнётся. И, соответственно, надо вовнутрь забуриваться со всеми нашими производствами. Куда-то сюда вовнутрь. Потому что здесь у нас уже плюс 4, так что всё хорошо. Внутри сможем работать без проблем. Блохи. Вот этого нам только и не хватало для полного счастья. Блохи могут нам дать чуму, что нам совершенно не нужно. Так, а блохи у нас у Грини в комнате. Замечательно. Давай ближний бой с блохой. Давай присоединись тоже. Потому что блохи, они суровые. Могут и звездюлей выдать. Нам это совершенно, естественно, не нужно. Так, добить. Всё. Всем спасибо, все свободны. Причём чума, как и малярия, если вы не в курсе, она имеет там сразу же, по-моему, довольно высокий уровень заражения. И без нормальных кроватей, если чума будет той же самой головы, шеи или торса, то это привет колонисту на начальном этапе. Там уже никакие лекарства не помогут. То есть её можно вылечить только либо ампутацией, если это какого-нибудь пальчика, либо, в принципе, на хорошей медицинской кровати, которой у нас, естественно, на данном этапе нету и быть не может. Всё, отлично. Это помещение мы с вами сделали. Поэтому давайте сейчас его окончательно закончим. Поставим здесь стеночки. И поставим здесь дверцу. Ну, дверцу можно, в принципе, и не ставить, потому что это у нас в любом случае помещение. То есть дебафа здесь не должно быть при производстве. Точнее, не при производстве, а при исследовании. Жалко, что нельзя переносить стол. И конвекционная энергия первого уровня у нас с вами готова. Это значит, что мы с вами скоро сможем делать электростанции. Уголь на карте вроде как имеется, поэтому проблем никаких быть не должно. Сразу в этом помещении тоже настилаем паркет. Я, в принципе, так как у нас много дерева, реально его дофигища просто, буду использовать здесь практически везде именно деревянное покрытие. Ну, может быть, в первом коридоре только каменное сделаю, потому что здесь может быть какая-то там война и т.д. и т.п. И может что-то подгореть. В основном будем использовать деревянное покрытие. И только вначале вот здесь вот каменная плиточка будет у нас на полу. Чёрт побери, нашествие насекомых. Вот это, блин, поворот. Хорошо, хоть они у нас заперты. Это искренне радует, но я боюсь, что в любом случае это может вызвать у нас некоторые проблемы. Как мне кажется, надо всё-таки начать использовать вот эти вот болты и прочее. Кого-нибудь вооружить ещё. Давайте, наверное, док попробуем вооружить луком или арбалетом. Во! Арбалет-скорпион, давай. Сейчас они, блин, вылезут наружу с вероятностью 100%. Так, нет, вот туда тебе ходить вообще не нужно. Иди пока посиди где-нибудь снаружи. И грини, кстати, возьми с собой. Док, а ты взяла арбалет? Нет? Взяла. Так, 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 так. Давайте, значит, внесём изменения ей в назначение. Поставим здесь арбалет. Так, вот он, арбалет-скорпион. И любые боеприпасы, штучек, наверное, 50. Вот так. Док, пам-парам-пам-пам. Давай вот эти вот болты возьмем. Подобрать. Да господи, ну все давай подбирай. Потому что мне кажется, что тут не хватит нам двух дробовиков. Ребят, ну выбирайтесь, ну кто-нибудь. Во, наконец-то, решились. Ой, сейчас что-то будет, ребята. Слушайте, арбалет нормально, кстати, зарядил-то сразу. Вот в этого давай. В этого давай. Да блин, стреляй ты в мега-жука-то, ё-моё. Так, у нас сейчас точно проблемы начнутся. Подходи сюда. Во, отлично, уложили. Как там, ещё один, что ли? Скотина бешеная. Блин, левая кисть отрезана. Ну ладно, научному деятелю это не так важно. Молодец какая. Засандалило, походу, дело Шмидту. Давайте отступим немножко назад. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй, перезарядочку. Перезарядочку быстрее, он уже идёт сюда. Что ты там столько времени делаешь? Ты два раза перезаряжался, что ли, злый день? Ладно, вроде как всё. Вроде как разобрались с этим Казапасом. Но у нас есть ещё проблемы с патронами. Вот в чём дело. Надо бы побыстрее с этим как-то разобраться. Чиф, давай ближний бой с Ульем. Грине, немножечко помоги ему. Так, Норгл уже вроде как освободился. А, Нагл, Нагл. Почему Норгл? Блин, не знаю почему. Почему-то я так это называю. Опа-па-па-па-па-па. Здрасте, приехали. А жил, что ли, скотина бешеная? Нагл, отступаем. Во, всё, отлично. И добить. Вот почему надо их добивать. Чем быстрее, тем лучше. Добить. Так. А, ты не можешь, да? Ну ладно. Сейчас Нагл, Нагл добьёт всех. Может быть. Нагл! Блин. Нам не надо, чтобы они встали. Поэтому давай-ка ты их всех добьёшь побыстрее. Вот такие неприятные неприятности могут у нас случиться. Так. Док. То есть ты пошла спать. Вместо того, чтобы лечить Шмидта, у которого кисть отрезали. Ты пошла спать. Отличная мысль. Патриотично настроенная девушка. Всё. Свободны. Блин, бедняга. Левая кисть отрезана. Куча всего покоцана. Ну ладно. Всё равно мы сейчас собираемся переносить науку. Давайте мы вот сюда её поставим. В принципе... Ну давайте из-за ловяшки, ладно. Из-за ловяшки сделаем. Вот сюда поставим этот столик. И сейчас будем дальше раскапывать вот эти помещения. Нам надо быстрее делать кухню. Быстрее делать комнату развлечений. Чтобы всё это дело перенести во внутрь помещения. Пока у нас не началась жёсткая зима. Пока вроде 20 градусов. Ну, уже не очень хорошо. Но более-менее. То есть пока ещё выходить на улицу вполне себе можно. Но скоро будет печальненько. Если сейчас 20 градусов мороза, то там глубокой зимой может быть, наверное, и 30. 30 мы сейчас с вами не потянем. Вот это мы разбираем. И ещё что у нас тут по коровкам. Интересно, какая у них температура максимальная. Точнее минимальная, которую они могут выдержать. А, подождите. Наверное, можно сделать вот так вот и посмотреть. Нет? Минимальная комфортная температура. Минус 14 градусов. Ребята, что-то как-то не очень хорошо для наших коровок. Давайте мы тогда попробуем перенести сейчас всё это дело куда-нибудь вовнутрь. Вот, допустим, сюда. Так, добавить область для животных. Не очень, конечно, много им там места будет. Но что делать? И, значит, копировать настройки вот этого склада. И этот склад мы с вами переносим тоже вот сюда вот. Установить настройки. И, кстати, у нас ещё и молоко тут появилось. Вообще всё хорошо. Сразу же здесь же сделаем для наших животин места. Пам-парам-пам-пам. Значит, разобрать. А, надо было перенести. Ну, ладно, они всё равно не требуют никаких ресурсов для производства, насколько я помню. Вот эти подстилочки. И надо посмотреть ещё. Ну, сено у нас, в принципе, здесь и так есть. Док, давай-ка перенеси сено. Я собрал тут немножко. Пока ещё какое-то есть. Но скоро... Блин, скоро ж зима вообще-то. Совсем зима. Точнее, она уже началась. Чем кормить животину-то будем? Я даже не знаю. И вот отсюда мы давайте зону животных уберём. Пускай внутри тусят. Вечеринка, да? Или чё? Чё у вас там? Походу дело вечеринка. Или... А, свадьба. Свадьба. Ёшкин-марковкин. Ну, отлично. Сейчас, во всяком случае, у наших... Блин, да что ж вы козлы-то такие, а? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Слушайте, они реально козлы. Тут ребята с снайперскими винтовками. Дадите вы нам там свадьбу-то провести? Хрен они нам дадут свадьбу провести. Ребята, ну ничего не могу сделать. Вот вообще реально ничего не могу сделать. Надо идти, надо обороняться. Блин, Шмидт без одной руки, мне кажется, стрелять будет немножко хуже. Как мне кажется. И Грини давайте тоже сюда подтягиваем, чтобы, если что, закрыть вот этот проход. Первый вот этот вот, я думаю, что победит в премии Дарвина и отхватит по любасу. Алё! Блин, это же диверсанты, чёрт побери. Это же долбаные, факин диверсанты. Они не пойдут туда. Они будут долбить здесь. Вот это, блин, чёрт поворот. Я чё-то об этом совсем забыл. Ну как вы, сучки крашеные. Чиф, давай, бегом туда. А, слушайте, они нам, по-моему, сами помогли. Сами того не ведая. Они нам несколько помогли. В том плане, что... Подожгли там всё. И прохода теперь как такового... А, нет, проход всё-таки есть. Проход всё-таки есть. Ай-яй-яй-яй-яй. А-а-а, красавчики. О, красавчики вообще. Молодцы какие. Ладно, Шмидт и Док, возвращайтесь туда. Точнее, Шмидт и Чиф. А ты попробуй снять вот этого козла отсюда. Опа-па-па-па. Док, вали оттуда нафиг. Блин. Вот это, блин, поворотик-то, ёшкин ты морковкин. Отступаем. Отступаем. Валим. Так, ну-ка, 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 майор. Э-э-э, пам-пам-пам-пам. Не может в пожаротушение. Превосходно просто. Туши огонь иди. М-м-м, Чиф. Отступаем сюда. Э-э-э. А чё вы там носитесь, господа? Господи, здесь уже прямо тактик войны. Прям совсем тактик войны. Ну-ка, неприцельный выстрел. Док, отступай. Всё. Слава богу. Слава богу, мы с ними разобрались. Э-э-э, давайте гранаты попробуем отсюда подобрать. Да все подбирай. Пока они не взорвались к чёртовой бабушке. Ах ты, чёрт! Из чё, свадебная церемония была отменена. Давай, спасай Чифа. Так, а вот ты давай всё-таки переноси отсюда гранаты. Шмидт, пам-пам-пам-пам. Давай вот эту штуку тоже переноси куда-нибудь. Да, на снайперскую винтовочку мы с вами не разжились, к сожалению. О, зелёный! Привет, братюня! Пушечку мы, кстати, заберём, пожалуй. Извиняй, братишка. Тебе, скорее всего, кабздец. А вот это мы всё забираем. Это нам всё пригодится. Да, вот насчёт диверсантов-то я чего-то не сообразил, что эти козлы будут сейчас нам тут устраивать Кузькину маму. И Кузькину папу тоже, что они пойдут вот здесь. Я что-то как-то об этом даже не подумал. Фигово то, что у нас церемония бракосочетания отменена. Вот это фигово. Так, давай быстро лечи Чифа. Слава богу, ему ничего не оторвало, только немножко накрыло осколочными гранатами. Поэтому нормально выкарабкается. Нет смертельной опасности, всё хорошо. И вот это надо тоже обязательно всё потушить, потому что иначе нас тут сейчас всё выгорит. И трава, и всё, кормить нечем будет животину. Плюс давайте сразу же здесь восстанавливать все стены. Причём я думаю, что даже двойную здесь поставим теперь, чтобы повторно такая же канитель не получилась. Ну ничего, сейчас у нас с вами появится доедритская ты сила, а? Тебя что, не долечили что ли? Правая рука заражением. Блин, а? Давай лечи. Так, заражение. Вот только нам заражения не хватало для полного счастья. Оно ещё и развивается, блин, дофига быстро. А, нет, всё-таки иммунитет быстрее. Быстрее иммунитет, вроде как. Да, быстрее. Чуть-чуть быстрее. Интересно, а у нас тут шкуры раптора случайно нету? Мне кажется, что нету. Вот только этого нам не хватало, чтобы у нас у главного ремесленника руку пришлось ампутировать. Это же будет совсем несчастье. Значит, иммунитет 110. Давайте посмотрим, что у нас по кроватям. Тут 95. Тоже 110. Ну, в общем, лучше у нас ничего нету в любом случае. 110 это максимум. 10% иммунитета и заражение 7,8. В общем, он выкарабкается. Если не психанёт, то всё будет нормально. И я думаю, что док надо будет взять вот этот вот всё-таки карабин беретта, потому что док стреляет неплохо, насколько я... Или, подождите, кстати, я не помню. Док, по-моему, не очень хорошо. А, нет, док нормально стреляет. Давайте-ка мы сейчас ей поменяем здесь вот этот вот арбалетик на карабин беретта. Хотя он, конечно, фиговый. Любые боеприпасы, штучек 200. Всё лучше, чем ничего. У нас теперь появилось ещё и дальнобойное оружие, помимо дробовика. И главное, что патроны. Патроны есть. Всё, чифчик у нас выкарабкался. Иммунитет получен к заражению. Так что я думаю, что с ним теперь всё будет хорошо. Главное залечить вот эти вот остаточки. Тут, в принципе, осталось-то всего ничего. И у нас готова конвекционная энергия второго уровня. А это значит... Это значит, что мы сможем делать электростанции. Но это, я думаю, будет только в следующей серии. В этой серии мы, дай бог, успеем построить вот здесь вот столовую комнату отдыха новую. И начать копать новую кухню. Всё по очереди. Потому что вы понимаете, что чем больше помещений мы строим, тем выше стоимость колонии, тем серьёзнее к нам приходят рейды. Соответственно, надо лучше сначала всё выкопать. Ну, хотя бы там по минимуму, да? И только после этого уже начинать что-то развивать более серьёзное. Кстати, Шмидт, почему ты не взял свой дробовик? Давай-ка быстренько бери. К нам приземлилась спасательная капсула. Но её я открывать не буду, потому что велик шанс, что там будет нечто. Да, и колонисты, если там и будет, ну, случайный мне нафиг не нужен. Здесь выпадет именно случайный колонист, да ещё и с вероятностью стать нечто. Ну его нафиг. Так, и к нам припёрся ещё Баргист. Припёрся портить нам настроение, скотина бешеная. Ладно, пока там туси, потому что ты нам особо сейчас не нужен. Что нам нужно? Нам нужна еда. Потому что еды у нас уже, в принципе, практически не осталось. Бранд всю переработал. Надо будет заниматься едой опять. Но сначала, как я уже говорил, мы с вами закончим вот эти помещения. Геноцид животных. Вот это очень даже вовремя. То есть сейчас на карте начнут умирать животные. И нам останется их только перетаскать тупо. Во, вообще огонь, ребята. Просто замечательно. Особенно учитывая то, что у нас температура воздуха минус 26. Мы вообще совершенно не обломаемся. Сейчас перенести их все. А те, которые не перенесутся прям сразу, они не испортятся. С ними все будет хорошо. Но в любом случае, давайте-ка вот это все мы сейчас перетаскиваем. Ох, ребят, придется нам сейчас побегать, как мне кажется. И одновременно гринни у нас тут закончил переработку камней. Так как чиф у нас валяется, а камушки нам нужны. Пришлось отправить на эту работу гринни. Ладненько. Значит, помещение у нас здесь с вами полностью выкопано. И можно начинать заниматься его строительством. Для начала ставим здесь стеночки. По низу я не знаю, где будут выходы. Но, наверное, давайте симметрично сделаем. Вот так вот. Здесь будет второй выход. Вот как-то вот так вот. Ну и, соответственно, здесь тоже ставим стеночки. И тут так же, как вот здесь. Через две клетки от выхода. Ну, от выхода, от вот этой стенки. Так, 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 так. Не понял. Не поняли. По три клетки. Ну да, давайте по три клеточки. Хотя, хотя нет. Наверное, мы сделаем наоборот. Вот так вот. Центральную часть пошире поставим Здесь также, соответственно Это будет у нас комната отдыха Это будет у нас столовая И дальше, соответственно, будем выкапывать кухоньку Ооо, вообще вся животина вымерла Как замечательно-то И именно зимой, и именно тогда, когда у нас Начались проблемы с патронами Вот такой вот нам подарок То есть не надо теперь охотиться и тратить не пойми на что Наши ресурсы Также давайте сразу же здесь сделаем Покрытие из Фу, картона Из паркета Ну, в принципе, паркет, картон, какая нафиг разница Все из дерева Вот так вот Теперь будет куда потратить всю вот эту древесину Которую у нас забиты буквально все склады Ну что, ребят, на этом мы будем с вами прощаться Я думаю, что вне серии я вот это вот дострою И уже вернусь к записи Тогда, когда мы там будем Заниматься вот этим вот помещением И дальнейшим развитием колонии Если вам понравилась эта серия Обязательно ставьте лайки, потому что Регулярно смотрят 700-800 человек А лайков всего 200 В общем, жду от вас такой вот небольшой награды Гринни просит Хорошего настроения Заходите ко мне на стримы Заходите ко мне в группу ВКонтакте Ну, а с вами был Гринни Всего доброго И всем пока